В состоянии шестилетней девочки из Подмосковья, которую чуть не сожгли заживо, врачи оценивают как тяжелая. Сейчас ребенок находится в палате интенсивной терапии. Незнакомец облил девочку спиртом и поджег. В Павловском посаде сейчас находится наш корреспондент Виталий Втулкин. Он выходит на прямую связь со студией. Здравствуйте, Виталий. Мы знаем, что этот мужчина уже задержан. Он как-то объяснил такой чудовищный поступок? Роман, ну судя по всему, объяснить то, что он совершил, ему придется только завтра. Буквально вот только что нам пресс-служба местного городского суда сообщила, что именно завтра будет решаться вопрос об аресте обвиняемого. И что можем сказать на данный момент? Вот этот подмосковный садист, иначе его не назвать, сделал ребенку предложение, от которого тот просто не мог отказаться покормить котенка, который, по его словам, замерзал буквально через дорогу. Он отвел ребенка в близлежащую палатку, которая находится рядом с ледовой площадкой, избил девочку, шестилетнюю девочку, до потери сознания, затем отволок ее бессознательно уже на близлежащий дачный участок, где попытался избавиться от ребенка. Он даже к нам пришел, мусор что-нибудь убирал, убирал. Дед Миша говорит, дед Миша, что чем помочь? Я говорю, ничего не надо помочь. Деньги нет, деньги. Чтобы масла дома нет. Масла. Сигарет, не сигарет. Я ее кормил, я кормил его, даже моя бывшая жена погибла. Она тоже помогала ему, уважали, как это человек. Вот этот человек, с которым нам удалось пообщаться, хотя он упорно отказывался, это как раз опекун пострадавшей девочки. Он рассказывал, что обвиняемого Алексея Галахова он знал по-соседски, был о нем неплохого мнения, хотя в Павловском посаде городок, в принципе, небольшой. И тут слухи разлетаются быстро. Всем было известно, что Галахов отсидел и отсидел по тяжелой статье за убийство. Так вот, тот человек не производил какого-то, ну, дурного, что ли, впечатления, но оказалось, что в итоге он смог совершить такой вот поступок. Остается сказать, что именно завтра будет решаться вопрос об аресте, но с уверенностью можно говорить, что вопрос этот уже решенный. Спасибо. Виталий Втулкин следит за какими-то нечеловеческими событиями в Подмосковье.